У меня есть много-много времени, я готов. Время пухни, тишина. Условия просто идеальные для записи. Отлично. Сергей, ты вообще из Харькова родом или откуда? Да, я сам коренной харьковчанец. Здесь родился, вырос, вся моя жизнь здесь прошла. Но родители, отец когда-то раньше в детстве жил в Нижнем Новгороде, переехали перед войной, потом она тут побросала немножко, и после войны они тут поселились. И, в общем-то, познакомился с мамой. Мама из Сумской области, из Трастинца, тоже сюда приехала. У нас такой голос российско-украинский, и всю жизнь мы так, в общем-то, и жили здесь вместе, дружно очень жили. Родственники там в России есть, родственники здесь в Украине, прием, по маминой линии это все украиноязычные, получается, и мама так тоже немножко была украиноязычной. Бабушка только на украинском разговаривала. Родственники папиной линии только русскоязычные, сейчас там живут. Ну, то есть Харько твой дом, да? Ты родился, вырос там, да? Да, у нас есть пол, да улочка, каждый булгорок, каждый закоулочек, не только харьковые окрестности. То есть мы по области, ну, немножко занимаемся туризмом, и Харьковская область очень для туризма привлекательная такая региона. Есть реки, есть дикие места, в которых можно еще общаться, почувствовать эту дикую природу. Да. Сергей, расскажи, пожалуйста, что вообще происходило в Харькове, и что сейчас происходит? Понятно, что тема очень тяжелая, да, но мне просто хотелось услышать все из уст человека, который находится там. Знаешь, так вот, если в двух словах, это какой-то сюр происходит. То есть у нас эти, вот уже сегодня десятый день, мы уже сбились со счета их считать, потому что каждый день похож на другой. То есть мир просто изменился полностью, изменился образ жизни. То есть поменялись наши задачи, интересы, в том плане сейчас мы выживаем. Если в твербу двадцать четвертого, мы проснулись в пять утра, сейчас опять блохает. Я просто сижу возле окна, и слышны разрывы там. То есть прямо вот сейчас, когда мы разговариваем? Да, слышно видно. Вам, может, не слышно, но вот я сейчас при закрытых окнах слышны хлопки. Причем они вот так вот, мы находимся в центре города, в старом центре, и вплоти идут, ну, как бы, там, там, скажем, 20 минут, там, может быть, там, каждые, там, 5 минут, серия может пройти. Бывает сильно, когда прилетает ракета где-то в центре, недалеко, когда вот, по центральному, бля, сам. Это может быть и днем, там, может быть и ночью, как вчера был авианалет. Тогда аж тепло трясутся, то есть значит где-то близко упало. Ну, ладно, это такое отступление. Хотел по порядку сказать, как все накинулось. 24 февраля это было. Дата хорошо запомнилась, потому что 23-й это же, ну, такой праздник, скажем, в России отмечается. Ну да. С ними надо, не надо, зачем, почему. Пошли, ну, спали 5 утра, слышали взрывы отдаленные. Да, по-моему, зарево было. Потому что она на горизонте, да, так взрыва была. Ну, сжали пол к нам. Взрывов было несколько. И потом пошла серия какая-то. И мы поняли, что, видимо, все-таки это не гром и не молния, потому что гремело именно так в небе. А это все-таки прилетает ракета. Причем ракета подлетела на окна. Как потом выяснилось, она попала на окружной возле Салтакки, там, попала, пробила, там, в подземные укрытия какие-то, там, в ладонах как-нибудь нет. Ну, в общем, это явно было что-то баллистическое, я не знаю, или крылатая ракета какая-то, да не просто в снаряд был. То есть ударная волна у нас достала, так, отсюда и 15 километров. То есть у нас было слышно так, как будто упала в соседнем доме. И парень, который там, ну, с ним куда-то место, это, в общем-то, место его работы. Он потом рассказывал, показал фотографии, да, говорит, кто упал действительно на нас. Живый, потому что мы были в другом месте в это время. Ну, вот он про себя рассказывает. Я, говорит, никогда не думал, что я буду радоваться тёплым носкам и тёплым лучам, то есть я у меня там пропал. Ну, то есть такая вот. Да. Какая-то переоценка ценностей сразу происходит, да? Да, всё, наверное. Переоценка ценностей произошла, я скажу, капитальная, потому что мы уже на сегодня на 10-й день. Никто не говорит о деньгах, что только сколько стоит. Никто не говорит, там, ну, в общем, если тебе нужен хлеб, люди просто гибнут. Если нужно кого-то отпустить, дитя куда-то там вывезти. Вот тот, у кого есть автомобиль заправлен, насадится и вывезет. Никто никого не спрашивает, там, ты не должен, например, не должен. Если ты не можешь сам, ты находишь обязательно друга, который где-то там поблизости находится. Потому что ситуация бывает, что нужно перевести кого-то срочно. По центру бьют, тоже там здание обл. администрации, ага, у нас на площади Свободы. Первые удары пошли, мы были в шоке. Потому что, ну, мы думали, исторический центр, там такие здания ценные, в общем-то, для нас, для каждого жителя города. Архитектура – это здание, там, постройки, там, 100-летней давности, там, ну, как бы. Да, да, да. Есть старшие, есть более молодые, но они все, они неповторимы. Кто там не приезжает, люди, инкуисты, когда приезжают, видят Хариков архитектуру, они просто ходят, ну, так вот, с открытыми глазами, говорят, мы никогда не думали, что такого может быть в Украине. Я был там буквально за день, до того, как там то еще стояло целое. И сейчас все ребята, которые там живут, показывают фотографии со своих домов, с окон. И я просто, ну, я даже не выхожу туда, потому что рядом, это буквально, я тут, наверное, сколько километров до Пушкинской, километра, наверное, от Бумироносицской, километра до Сумской. То есть, пойду туда можно. Они говорят, ты же фотографируешь, я говорю, я, я такой фотографировать не могу, хватит. Уже мы фотографировали с телефонов, то есть, люди, которые там проезжают, которые проходят фотографии море, просто бесчисленное море, кто-то делится, кто-то тебе оставляет. Я создал альбом в Google Photo сначала, чтобы все эти фотографии там собирать в видео. Думаю, поделить там с родственниками, нам поделиться. Да, мы сказали, там, у нас, нам, вас очень жаль, мне ничего сделать не можем. Вы выходите на протесты, нет, мы не выходим. Это родственники в России, да? Да, это в России. А вот как они объясняют это? Ну, то есть, что они вообще знают о войне в Украине? Тот, кто хочет знать, тот, вот, допустим, моя сестра, она как основной, да, я ей присылаю фотки, да, я вижу, вижу, ну, что мы можем сделать. А вот, допустим, там, ее родители, они говорят, мы не верим это. Это вот родственники говорят, да? Да, они говорят, мы не верим, мы даже говорить не хотим. Зачем? Закрой, это тебе не нужно. У тебя еще, еще из-за этого будут проблемы, как бы, они там на этой почве сильно ругаются. Это с какой-то с вами. Ну, то есть, не помогает даже то, что ты говоришь, что ты сам видел это все, да? Это твои фотографии, Пас? Нет, не помогает. И это не только сегодня. Мы на эту тему с ними общались с 14-го года, начинаю. Мы говорим, что вот такое происходит. Они говорят, да нет, у вас же там бандеров, у вас же фашисты. Сереж, что помогает вообще просыпаться каждое утро и как-то жить вот в таких условиях? Что ты себе говоришь или что ты думаешь? Да еще мысль только одна, чтобы все были живы, чтобы жили были друзьям. Главное, семья, конечно, у меня дочь. Она же взрослая, но для меня она всегда рекоменда. Она сейчас с нами. Мы как-то так решили, что никуда уйдать не будем. Если нас накроют, значит, ну, накроют всех. То есть, вы решили не уезжать никуда? Нет. Да, то есть, вы решили, вот как будет, так и будет, но вы будете дома, да? Да. Тем более, у нас, ну, я чувствую себя нужным, потому что я помогаю ребятам с логистикой организоваться. Если что-то где-то поскочить, я там подхожу. Есть у меня свои обязанности. Помогаю, чем могу. Я сюда и раньше помогал, я не знаю. Я не могу сидеть так, сложу руки и молчу. Скажи, а сколько, сколько людей осталось в Хадькове, которые вот остались, не уехали никуда? Ну, примерно, вот, по-моему, так и общаясь со знакомыми, мы постоянно перезваниваемся, поддерживаем связь. Причем-то буквально два слова, жив-жив там, ты там, да, ты там, там. Ну, чтобы в случае, вот, оптимальной ситуации, какой-то, чрезвычайно, когда готовы к тому, что отключат связь, что не будет света. Потому что соседу может прилететь очередная ракета, и нужно будет его бежать, разгребать. Поэтому поддерживаем связь, и, так вот, по моим, примерно, по моим подсчетам, ну, наверное, третья часть жителей города выехала. Третья часть? Да, помимо третья часть. То есть, если в Хадькове у нас больше миллиона жителей, то, наверное, да, вот, тысяча, тысяча. Ну, и выезжают восемь-то, женщины, дети. Харьки, как правило, уже остаются им, они просто не перенесут эту третьим оборуду, потому что въехать в никуда, потому что едут люди в никуда, то есть, дед уже не спасают, да. Едут дальше, Черкасса едут, Винница, Умань, да, Чем-то, да, Ушу, кто-то, кто-то, кто-то может. Скажи, а как у вас с продовольствием, с питанием, есть возможность это как? Ну, у кого по-разному как. То есть, молодежь, запасовый делаю, вижу. Ну, у нас просто, ну, так привыкли, я не знаю, у меня бабушка всегда была такая запасливая. Да. Мы так, держала тоже, у нас там по килограмму там каждой крупы было, там, такой, там, какой-то аварийный запас воды всегда есть с собой, там, да, еще немножко подзапаслись. В этом плане, живем пока. То есть, магазины все закрыты, да? Да, потому что магазины открыты некоторые, значит, закрыто все, то есть, все учреждения, все какие-то там ларьки, пункты, там, малый бизнес не работает. Отрыты только большие супермаркеты, открыты только где-то в 10 утра они открываются, и в час дня их уже пытаются закрыть, потому что скоро начнется комендантский час. Ну, дело в том, что выстраивается тут за большие очереди с самого утра, и очередь, и, ну, от сходил, вот тогда, День 3 назад я ходил, да? Думаю, схожу, посмотришь, ну, куплю, там, какой-то стратегический запас, там, купить, там, луку, такое молоко, ну, то, что нужно каждый день. Я в очередь встал в 10 утра, и к часу дня я только подошел, это очередь на улице идет, она такая, там, капецкоп, если что, человек стоит. Это возле какого-то супермаркета, ну, супермаркета, по городу, я не знаю, на десятка была, наверное, большая, крупный город. Я подошел, передо мной же хотели закрывать двери, ну, не знаю, что там, скачил туда. Скажи, а какое настроение, вот, в основном, у людей? Я не могу сказать, за всех. Ну, вот из твоего круга общения, да, в основном? Ну, круга общения, у нас все слава Украины, героям слава, единогласно, и даже те, кто раньше со него говорил, там, а вот же, что там, наши братья, а сейчас нет такого. Сереж, такой вопрос, вот сейчас многие европейские страны, да, там, помогают, пересылают продовольствие, там, еще что-то. Вы вот, ну, ощущаете, вот, какую-то поддержку, да, или вот есть в чем-то? За гуманитаркой не ходил, говорят, мне с ним сосед сказал, что да, там, где-то там есть точки, в которых раздают бесплатно, там, какая-то колбаса, там, ну, завтра у нас кого пойдет проверить. Ну, вполне возможно, есть где-то. То есть у вас просто нет пока необходимости, да, поэтому? Пока нет необходимости, мы немножко заняты. У меня просто, вот, ну, многие мои, ну, друзья, да, особенно из других стран спрашивают, ну, вот, вот чем реально можно помочь, да, то есть многих людей вот такое вот ощущение какой-то беспомощности, да, вот что-то хочется сделать, а вот что сделать? Вот как ты думаешь, вот что можно сделать в такой ситуации? Наверное, самое главное, это, ну, сейчас у всех, чтобы не стреляли сверху, как только бомбардировки прикатятся, то есть, ну, уже сразу будет легче. А что можно сделать с этим? Наверное, ничего. Помогать продуктами, ну, в магазинах продуктов полно. Просто как я как-то туда получить, если у нас комендантский час вводят, то с трех часов дня, там, у нас сейчас всего было, там, с шести часов вечера, вечера и до шести утра. И магазина закрывается гораздо раньше, чем начинается комендантский час. Да. То есть успеть там набрать продуктов, тем не менее, когда не все магазины работают, ну, очень сложно. В магазинах продукты есть. Продукты есть. Люди возят, причем возят очень многие просто волонтеры, которые развозят хлеб. Недавно было приятно, но нужно водить или на хлебовозки. Там очередь из-либо выстроилась, которые хотят даже бесплатно этот хлеб развозить, другу помогать. Ну, то есть, вот с этим, конечно, нет проблем. То есть, проблемы с продовольствием, с едой, вот, совсем, вот, нет, да? Ну, я ее не ощутил. Нет, ну, конечно, там, пристроили продавать спиртное, то есть, сразу убрали спирт. Ну, в Москве все грехности закрыты, но я не курю, я этого не ощущаю. Люди, которые курят, конечно, там, страдают, ну, вот так, такого, которого можно потерпеть. Угу. Вот. И самая еще большая проблема – это отстрелы мирных кварталов. У нас Салтовка – это очень такой большой, огромный спальный район. Ну, представьте себе, где-то 400 тысяч жителей, почти полмиллиона проживает на Салтовке. Угу. И Салтовка, больше всего, страдает от обстрела. Причем стреляет из градов туда и бомбы метает. И ребята, которые там живут, мои знакомые, они, мы все уезжаем, потому что попала там одна бомба в дом. А в ближайших… Дома очень густо стоят, как бы, 5-этажки в основном. Есть 16-этажки, есть старые 5-этажки. Ну, стекла вылетают в ближайших 10-ти домах. А что такое дом без стекол – это холодно, там жить не можно. И надо глупываться. Ну, кто-то забирает их себе, кто-то выезжает, кто-то перебирается там к друзьям. Ну, вот так. Поэтому самолеты с воздухом – это самое опасное для Харькова пока. Потому что все наземные цели украинские наши войска держат. Ребята молодцы. Держат, да. Перообороны ходил, просился, они говорят, мы тебя не знаем. Нет, ты классный парень, мы тебя не знаем. Я говорю, я готов там, давайте же. Ну, то есть недостатка в людях тоже нет, да? То есть очень много добровольцев, очень много желающих. Добровольцев – очередь большая стоит. То есть выбирают только тех, у кого боевой опыт. И если просто гражданский, иди помогай охранять магазин там или на склад, иди там, иди с санитаром работай. Не мешай, военным называют. То есть ты помогаешь вот таким образом, да? То есть, ну, как бы помощь посильная. Вот как ты борешься, ну, я не знаю, с негативом, да, с эмоциями, которые вот внутри. Я не знаю, ну, нужно же как-то жить дальше, да? Ну, это одно, что просто имеет железные нервы, наверное, для этого. И рад, потому что многие у меня друзья, у меня друг есть, который в Афгане служил. То есть мы с ним сверстники. Я тогда срочную службу проходил в российских войсках, это был 86-88 год. А в это время тогда заканчивалась война в Афганистане. И мой друг, мой друг, он как раз в это время там попал, то есть у него эти воспоминания, ну, они еще до сих пор теплятся, как он помнится прекрасно. И как бы человек, который держал в руках оружие тогда и через все это прошел, он сейчас говорит, я не могу, и плачет. То есть у него нервы не выдерживает это все. Я его успокаиваю, Дима, не стань. То есть у каждого человека это по-своему, это по-разному. Кто-то может, кто-то не может, кто-то нервничает, кто-то вообще там делает такое лицо, мне все равно. И на самом деле, я же вижу, ну, не может быть все равно, потому что твои близкие погибают. Я не знаю, сколько в Харькове уже погибло мирных жителей. Но судя по разрушениям, я думаю, это, наверное, на сотни будет исчисляться. Сотни людей, которые просто были в своих квартирах в момент попадания туда. В их квартире. Что ты сделаешь вот в самую первую очередь, когда мы победим? Да, мы победим. Что ты сделаешь в самую первую очередь? Не знаю, я об этом не трудно представить. Я об этом не думаю, просто, честно говоря, что я буду делать. Уже жить, как раньше, не получится, потому что нужно будет восстанавливать город. Наверняка были какие-то работы по постройке, по налаживанию опять той жизни, которая была до войны. Серёж, что бы ещё хотелось сказать? Ну вот, я не знаю, всем, кто услышит, да, и нашим украинцам, и, может быть, иностранным, да, каким-то вот людям, которые сопереживают. Что бы хотелось сказать им? Людям, которые сопереживают, я очень благодарен, конечно. То есть, ну, это нормальный человек не может не сопереживать. Не сопереживают только подлые вот эти твари, которым всё безразлично, даже, наверное, своя жизнь тоже безразлична. Поэтому спасибо тем, кто сочувствует, да, тем, кто поддерживает, даже просто тёплыми словами. У меня же есть друзья там и в Польше, и в Голландии, и в странах, и мы только путешественники, где есть, они всегда между собой общаются. Да. Я так вот и секторами виртуальную связь поддерживаю, но вот с одним голландцем, который был у меня дома этим летом, он у меня тут немножко пожил, я его повозил по окрестностям, мы тут недели, наверное, с ним везде все объездили на мотоциклах. Сейчас мне пишут самые тёплые слова, говорит, Серёжа, ну, каждый день пишут, Серёжа, мы за вас переживаем. Уезжайте оттуда, говорит, уезжайте, мы вас тут, в Голландии, говорит, у меня тут дом большой, там, ну, приезжайте. Я говорю, Дёс, мы к тебе обязательно приедем после войны. Да. Мы будем жить, и после войны приедем, а пока должен быть здесь. Да, да. Здесь, 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 ну, там. Да. Серёж, спасибо большое, что поделился, я понимаю, что это сложно говорить обо всём этом, да. Содержитесь, пожалуйста, хорошо? Будем, будем. Спасибо, Серёж, спасибо огромное. Спасибо, пожалуйста, на свободу. Слава Украине! Здоровья, слава. Сегодня 7 марта 2022 года. Мне тяжело говорить, потому что очень много погибших вокруг, и, наверное, это самое большое горе. Разрушение домов огромное. Я собираю в альбоме все фотографии, которые делаю сам, которые нахожу в интернете. Именно те фотографии, которые я знаю, где это произошло. Я могу их каждую идентифицировать. Немножко спуталось время, дни и часы, потому что эти 12 дней после 24 февраля, всё слилось в какой-то сплошной кошмар, и уже немножко потерялся отсчёт времени. Страха нет. Да, мы волнуемся, мы переживаем за друзей, близких. Многие уже уехали. Сегодня с нашего двора уехала последняя мама с ребёнком. Детей здесь больше не осталось. Скоро настанет комендантский час, поэтому такое затишье. И потом, наверное, будет повторение вчерашнего, когда после 6 вечера начался обстрел. Начался сначала авианалёт, потом обстрел. Это длилось до часу ночи, и ситуация была просто критическая. Мы это ощущаем всем своим состоянием, не знаю, звуками, этими ударами, этими прилётами, этими, когда над голами летают самолёты постоянно, и не знаешь, куда упадёт. Привыкнуть к этому невозможно. Потом, может быть, что-то ещё сниму, если будет связь, если будет время, но пока так. Держимся. Слава Украине. Всё будет хорошо. Будем.